В эфире новости на губернии 33 в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. О важных событиях к этому часу расскажем в нашем выпуске. В начале о цифрах. 121 случай заражения коронавирусом зафиксирован за сутки во Владимирской области. Инфицированных выявили в 15 муниципалитетах. Лидер по суточной прибавке город Владимир, где 37 заболевших. 16 новых случаев в Муромском районе и 10 в Гусь-Хрустальном. За минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 132 жителей региона и 7 умерли. Общее количество инфицированных за все время пандемии выросло до 27 666 человек. В этом году во Владимире отремонтируют две поликлиники областной детской больницы. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 240 миллионов рублей. Инновация коснется поликлиник на улице Добросельской. В них заменят инженерные коммуникации, обновят фасады, отремонтируют кабинеты врачей и санитарные комнаты. Для нужд поликлиник уже закупили и новое медицинское оборудование. На протяжении последних лет во Владимирской области проводится масштабная модернизация детских больниц. В этом году планируют отремонтировать медучреждения в Коврове, Радужном и Суздале. С потеплением во Владимире возобновили и ямочный ремонт дорог. Асфальт заливают на время. Он прослужит до тех пор, пока не будет выполнен основной ремонт дорожного полотна. Аварийные работы уже провели на 10 улицах, в их числе Большая Нижегородская, Добросельская и Ракадная. Всего отремонтировали более 120 квадратных метров повреждений дорожного покрытия и потратили 6 тонн литой асфальтобетонной смеси. Ее можно применять при температуре до минус 10 градусов. Сегодня ремонт продолжат на улицах Мира, Большой Московской, Дворянской, Осадкина и других. И опыт многих лет показал, что в такое время года и при низких температурах ее использовать возможно и эффективно. Так как хочу обратить внимание, что в момент отгрузки с завода температура смеси составляет до 220 градусов. Данная смесь отличается от обычного асфальта, повышенным содержанием битума и минерального порошка, что повышает физико-механические свойства данной смеси и становится она более прочная. Квартира есть, но жить в ней нельзя. Весенняя отепель стала причиной коммунального ЧП во Владимире. Из-за дырявой крыши сразу несколько квартир в одном из домов на проспекте Ленина оказались залитыми водой. Три дня люди пытаются достучаться до сотрудников управляющей компании, но на их жалобы никто не спешит реагировать. Когда собственникам ждать помощи от жилищников, расскажем прямо сейчас. Проспект Ленина, дом 11. В квартире на четвертом этаже с потолка палился дождь. На часах полдень. В момент аварии Татьяны в квартире не было. О случившемся она узнала позже. Воду собирала банками и ведрами. Вот они наполнились водой с крыши. То есть все текло. И вот они вот там, вот здесь. Квартиру Ермиловы купили три месяца назад. На полу по-прежнему стоят банки. Так, на всякий случай. Семья делает здесь ремонт. Въехать в квартиру хотели к лету, но планы, как вода, утекли сквозь пальцы. Предложили нам составить акт, позвонить, сделать заявку на акт, чтобы оценить ущерб. И за их счет мы можем сделать ремонт. Но когда это будет, неизвестно. Причина дождя в квартире – дырявая крыша. В решету она превратилась давно. Последний раз, говорят, жильцы ее чинили 10 лет назад, но ни разу не ремонтировали капитально. Вот видите, шифер лежит. Вот там отверстие, и там потоком шла вода. Масла в огонь добавили альпинисты, которые в минувшую пятницу чистили снег. Именно они, считает Борис, и пробили дыру в шифере. Собственники закрывали ее сами. Видимо, там что-то есть, ну, щель какая-то. Она сразу стекала вниз и попадала на четвертый, на третий этаж. Вот, и мы вот так вот жёлоб такой сделали, и она уже пошла сюда. Стремянка, таз, половая тряпка. Квартира Жанны на третьем этаже ее тоже чуть не протопила. Спас навесной потолок. Выкачивать воду пришлось с помощью мастеров. Мы три года назад сделали ремонт. Мы думали, что больше не потечет ничего. Но вот так получилось, что очень сильно все потекло. Этому дому 60 лет, и на первый взгляд выглядит он неплохо. Но стоит заглянуть в подъезды или на чердак, проблем хватает. Хотя по счетам, говорят собственники, они платят исправно. Всегда платим вовремя, конечно, естественно, без долгов у нас. В общей сложности где-то 7 тысяч за квартиру мы платим. Месяц. Где-то так, наверное, да. В управкомпании о коммунальной аварии знают. На место бригада выезжала сразу, как получила сигнал. План действий руководство организации уже составило. Со стороны управляющей компании будет составлен акт о поврежденном имуществе собственника. Предложено возмещение материальное. И на весну включим в план текущего ремонта. Обязательно эту кровлю отремонтируем. Но только в рамках текущего ремонта. То есть капитальный ремонт кровли там сделать не получится. Причина – во владельцах магазинов на цокольных этажах здания. Они не спешат платить по счетам фонд капремонта. А чтобы привести крышу в порядок, нужно 2 миллиона рублей. На счету дома таких средств нет. Рассчитывать на новую крышу над головой жильцы могут только через 14 лет. Наталья Забнина и Олег Маньков. Губерния, 33. В Суздальском районе появится специальная база, где будут хранить и перерабатывать картофель, морковь и капусту. Проект реализует объединение овощеводов. Специалисты считают, что это поможет повысить конкурентоспособность продукции владимирских фермеров. Они смогут поставлять в торговые сети не только сырье, но и готовый товар. Строить базу для переработки будут на средства областного гранта. Работы начнутся уже весной. В новом здании овощи можно будет мыть, чистить, упаковывать и замораживать для поставки в магазины. Это позволит повысить рентабельность фермерских хозяйств. Если картофель, например, немытый стоит осенью, скажем, 10 рублей, то мытый он стоит уже 25, а почищенный, скажем, упакованный в вакуумную упаковку, он уже стоит 80-100 рублей. Вот как раз здесь сейчас основная прибыль, которую фермеры теряют, потому что не в состоянии конкурировать с большими мегапредприятиями. Если мы реализуем свой проект, то качество поставляемого товара и его вид товарный будет достойным для конкуренции с большими предприятиями. Константин Мазуренко работает в селе Весь Суздальского района. Он занимается фермерством уже больше 20 лет. Выращивает зерновые культуры и картофель. А не так давно построил теплицу, в которой растут около 300 тысяч цветов. В этой однолетней рассаде у нас очень широко представлены ампельные растения. Больше 50 наименований различных. Мы делаем из них кашпо и продаем также отдельно, чтобы люди сами формировали композиции. Самые популярные это, наверное, петуни. Петуни у нас 5-6 линий. И каждая линия еще включает от 5 до 10 расцветок разных. Поэтому на любой вкус и цвет подберем для самого требовательного покупателя. И к другим новостям. В Петушинском районе возможно появится резиденция главного новогоднего волшебника из Великого Устюга. На площадке ведущего агротуристического комплекса планируют создать уникальный проект не только для региона, но и для страны. Обязательно нам нужно регионы брендировать. Вот заняться этим. И сегодня первая такая попытка это вот бренд Покровский край. Они вот все те организаторы, инициаторы этой идеи, они зажгли и меня. И я включилась уже несколько, вот более года вместе с ними в эту работу. И увидела, что желание большое, но нужно как-то объединяться всем и помочь и властям включиться в эту работу. Цель проекта поддержать новый бренд региона Покровский край. Он был создан в начале прошлого года благодаря усилиям ведущих бизнес-проектов. Всего в команде оказалось 5 крупных предпринимателей. Каждому участнику проекта есть чем гордиться. До пандемии Петушинский район посетили около 3000 туристов. Эта цифра уступает только Владимиру, Суздалю и Мурому. Уже сейчас Покровский край намерен составить конкуренцию популярным туристическим центрам области. В рамках развития стратегии туристической Владимирской области мы на этот год закладываем снимать определенные точки напряжения. Сегодня вот говорили, например, про развитие автотуризма. Но автотуризм невозможно развивать, если у нас нет парковочных мест, стоянок полноценных для автокараванеров соответствующей инфраструктуры. Мы уже в этом году это все будем закладывать. 12-й лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва прошел в эти выходные во Владимире. Зрелищная гонка впервые проходила в два дня для любителей и профессиональных спортсменов. В этом году поддержать лыжников решил Владимирский завод «Биатум». Подробности в материале Елены Павловой. На груди Марии Волковой символ очередной победы – медаль за второе место. В коллекции девушки уже около 60 наград. Каждую она получила благодаря упорным тренировкам. Лыжным спортом Мария занимается уже 7 лет. Пошла по стопам отца и старшего брата. Но становиться профессионалом девушка не планирует. Свою жизнь она хочет посвятить медицине. Конечно, хотелось бы продолжить выступать, но, наверное, уже не так серьезно. Я больше хочу гонуться в учебу. Я собираюсь заняться медициной. Да, спорт – это неотъемливая часть моей жизни, но не основная. Олимпийский чемпион из Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Дементьев участвовал во Владимирских соревнованиях впервые. На лыжню памяти Алексея Прокуророва прилетел сразу после супермарафона в Екатеринбурге. По его словам, каждый старт полезен для опыта, и даже профессиональные спортсмены сталкиваются с трудностями. Есть определенные неудобства, но привыкли их преодолевать, поэтому ничего страшного. Иногда новый вызов, новый опыт – это полезно. Все замечательно, все хорошо. Трасса хорошая, погода хорошая, зрители, компания гонщиков хорошая. Поэтому все замечательно прошло. Лыжный марафон Прокуророва впервые прошел в рамках спортивной любительской лиги. В этом году поддержать лыжников приехал Владимирский завод «Биатум». Компании считают, что бизнес и предприятия должны не только создавать рабочие места и справно платить налоги, но и оказывать любую социальную поддержку в регионе. В этом плане «Биатум» имеет широкое поле для деятельности. Мы поддерживаем не только детские учреждения, но и спорт. В частности, мы являлись спонсорами хоккейной команды Владимира. Мы много лет поддерживаем футбольный клуб микрорайона «Энергетика». И вот в этом году выступили спонсорами замечательной лыжной гонки в памяти нашего земляка Алексея Прокуророва. И считаем, что это нормально. И надеемся, что нашему примеру последует много количества предприятий в нашей области. По сравнению с прошлыми соревнованиями, количество участников гонки увеличилось в два раза. Всего было более 400 лыжников из 25 регионов страны и один спортсмен из Туркмении. Все победители и призеры получили дипломы, медали, кубки и памятные призы. Елена Павлова, Дмитрий Монапов, Губерния, 33.